10 сентября в единый день голосования в Карачаево-Черкесии состоятся выборы депутатов в Государственную Думу. Жители новых российских регионов, временно находящиеся на территории нашей республики, выбирают депутатов, которые баллотируются в законодательные органы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Досрочное голосование в республике началось с 1 сентября и сегодня завершающий день. Репортаж Артур Мхцы. Стартовавшее в первый день осени голосование по партийным спискам в законодательные органы новых российских регионов на территории Карачаево-Черкесии организовали в полном соответствии с законодательством. Жители Донбасса, Луганской республики, а также Херсонской и Запорожской областей могли самостоятельно выбрать способ волеизъявления. Одни приходили в помещение экстерриториального избирательного участка в Черкесии, другие заполняли бюллетени на дому. За период с пятницы по воскресенье члены комиссии и наблюдатели исколесили по районам республики не одну сотню километров, посетив все населенные пункты, где проживают пожелавшие проголосовать граждане. Мы выезжаем по таким заявлениям и организуем голосование на дому. Мы привозим с собой наглядную агитацию, определяем место для тайного голосования. После того, как избиратель ознакомился с имеющимися вариантами, он подходит к оборудованному здесь же месту для тайного голосования, делает свой выбор и опускает бюллетень в опечатанный переносной ящик. По словам опрошенных нами людей, им такой способ для волеизъявления пришелся по душе. Я решила принять участие в голосовании и выбрала на свое усмотрение, для того, чтобы эта партия делала для жизни людей лучше. Каждый человек выбирает, принимать ему участие или не принимать. Я, например, решила проголосовать. Это за лучшее наше будущее, за лучшее детей. Хоть мы и находимся далеко от дома, спасибо всем, кто приехал, нам помог проголосовать, чтобы для Луганской народной республики все наладилось, жизнь в родном крае отстроилась. Так, километр за километром представители экстерриториального избирательного участка смогли охватить все населенные пункты Карачао-Черкесии, где в настоящее время проживают люди, изъявившие желание проголосовать на выборах в законодательные органы власти своих территорий. После закрытия участка итоги будут подведены и переданы в новые российские регионы. Артур Махцелек Махожев вести Карачао-Черкесия.